Шабо Атофа, Гутубох, хорошей недели! И мы начинаем занятие под номером 135 занятие по книге Мишлей. У нас в данный момент глава номер 16, предложение. Мы начинаем с 12 предложения, которое говорит «Мерзость для царей делать беззаконие, ибо правдой утверждается престол». На иврите это предложение звучит дословно «Таават Малахим, Асот Реша, Кибет Сдока и Кон Кисе». «Мерзость для царей делать Реша зло, потому что Сдокой и Кон» от слова «Лэхахин» приготовляется престол. Кисе – это престол славы Всевышнего. Объясняет Мальбим, о чем идет речь в общих чертах. Он говорит, что я уже объяснял в книге Ишаяху, что царство, оно держится на суде, и главная, как бы, часть царства человеческого – это суд между человеком и человеком, между двумя людьми. Но осуществление, существование и то, как существует кисе, трон, вэхананно и его приготовление, оно зависит от вздоки, как написано. Приводит цитата. «Лаахина та мишпат миата» – приготовить его к суду. «Миата ла сауда бэцдока аталам» – и отсюда «ле саада», что есть помощь вздоке навсегда. И после того, что только посредством вздоки, который является миссвот Маасим Тавим, который является добрыми делами, может быть приготовлен и существовать престол, что это его возможность существования. Поэтому получается, что раша, который, понятие раша – это гэфик тздока, наоборот, понятие тздоки – это мерзость Малахим, это мерзость для царей, потому что это разрушает то, что приготовлено, и на чем существует трон. Мальвим объясняет, что тздока, то есть митсвот бэнадам лахаверо, гмелут хасодим, оказание добра между человеком и другим человеком, это то, что приводит к существованию нормального трона, как человеческого трона, так и трона Всевышнего. Тздока – это отношение, которое Лифнимешера дадим, это то, что дает трону возможность существовать, то, что выходит за уровень строгих законов, выше них. Но когда человек нарушает строгие законы, то есть нарушает понятие мишпат, то в этот момент это приводит не то, что в результате разрушается, как разрушается, не только не осуществляется понятие мишпата, суда, понятие кисе, понятие трона, но это разрушает трон. Гаон добавляет очень немножко, он говорит, что для царей таава – то, что они делают зло. Для царя является злом производство мерзости, зла. Потому что, когда люди, его народа делают сдоку, то его царство поднимается во глазах всех остальных. То есть, первое объяснение, что здесь речь идет о каводе, о почести, которую оказывают царям, и когда внутри его народа происходит что-то такое мерзопакостное, типа того, о чем сейчас говорится, маасэ-рэшэ, маасэ-рэшэ от слова «раша» – преступление, злость, злоба. Когда это происходит, то для царей они роняют свой кавод, свою почесть, падает их почесть в глазах других людей, и это роняет их уровень, их царство. Тава-рахэр – другое объяснение. Тават Малахима Сотроша – мерзость для Малахим – делание зла. То есть, для него сделать зло – это является тавой, это является мерзостью. Потому что, когда он занимается сдокой и делает хэсат, и делает добро с другими людьми, то его царство возносится и становится шхемэ-хат, лавдоба-рацон, становится одной связкой для того, чтобы служить Всевышнему Барацон. И тем самым, с желанием, и тем самым готовится кисе, готовится, поднимается кисе Всевышнего, и к которой мы говорим, шеумэ-лахэсад. Всевышнего мы называем царь хэсада, царь бесконечного добра. И в тот момент, когда люди на земле делают маасим шель-хэсад, действия, которые связаны с добром, то в этот же момент возносится престол Всевышнего. Что означает понятие «возносится престол Всевышнего», что тздока, хэсадим, который человек делает, поднимает престол Всевышнего. Это означает на нашем, самом низком уровне. Это означает итрамамут, то есть восхождение, то есть увеличение к душе, которое называется кеду-жа-шем. В тот момент, когда люди ведут себя и делают маасим шель-хэсад, то сами действия, связанные с дакой, с хэсадом, то сами их действия внутри этого мира увеличивают кеду-жа-шем и происходит освящение имени Всевышнего внутри мира. Поэтому человек, который делает обратно этому, то он уменьшает к душу кеду-жа-шема святость, восхваление имени, освящение имени Всевышнего. И, естественно, это является мерзостью для Творца, потому что в тот момент, когда кеду-жа-шема становится меньше, освящение имени Всевышнего становится меньше, то мемейла автоматически происходит такое понятие, которое называется хилуль-жа-шем, осквернение имени Всевышнего. Существует определенный гагдарот, определенное понятие, определение того, что называется кеду-ж и хилуль-жа-шем, осквернение имени Всевышнего, освящение имени Всевышнего, Что входит в эти понятия? В принципе, когда человек делает Тавейру в присутствии, любую Тавейру, в присутствии десяти людей, то это само по себе, евреев, естественно, то это само по себе называется Хилуляшем осквернение имени Всевышнего. Когда Тавейра сделана Баехидус между ним и Всевышним, то здесь нет Хилуляшема. Но речь идет о том Хилуляшеме, о том осквернении имени Всевышнего, за которое человек должен жертвовать собой. На самом деле, любое действие, которое происходит, когда делается какая-то Авера или не делается какой-то митсу в тот момент, когда это можно и нужно сделать, то само по себе это тоже некая проекция, некое раскрытие понятия Хилуляшем. Слово Хилуль, которое мы переводим на русский как слово осквернение, происходит слово Халаль. Халаль на современном иврите это космос, на обычном понимании языка торы Халаль это свободное пространство, там где ничего нету, место где что-то отсутствует. Вот отсутствие чего-то называется Хилуль, осквернение. То место, которым не присутствует Всевышний, это Хилуляшем. То место, из которого человек своим действием исключает Творца. Поэтому любая Авера, которая так или иначе связана с тем, что мы уменьшаем количество и качество пребывания Творца в мире, она имеет название Хилуляшем. Поэтому здесь говорит нам Шлом Амеллах, что мерзость для Всевышнего любое действие, для царей любое действие, которое производит роша, которое производит нечестивство. Но в Дздоке, в Хеседе, поднимается его Кесе, поднимается, возносится Трон Творца. Имеется в виду, что когда человек делает Маосе Хесед, сейчас мы говорим про Месвод между человеком и другим человеком. Поскольку в этот момент происходит Киду Жашем, какой-то уровень освящения имени Всевышнего, поэтому этот момент называется поднятие, приготовление Кесе. То есть мы готовим к тому, чтобы Кесе Всевышнего, Трон Всевышнего, был поднят, раскрыт, осветился больше, чем раньше. Понятно, что раскрытие – это и есть освящение, когда Всевышний влияет, посылает нам больший вид влияния и, соответственно, большее раскрытие себя, и мы каким-то образом чего-то там ощущаем, наблюдаем и так далее. Но в тот момент, когда человек делает Маосе Рошу, человек делает действия, связанные с нечестивством, несмотря на то, что мы говорим сейчас про Мешпад, человек, который нарушает суды, то в этот момент человек оскверняет имя Всевышнего и уменьшает это раскрытие Творца, и уменьшает понятие Киду Жашем, что автоматически превращается в Хилуль Ашем, поэтому это называется мерзостью. Окей, с первым пасуком кончили. Следующий пасук нам говорит... Какой? Тринадцатый, да? Тринадцатый пасук нам говорит так. «Благоволение царей уста правдивые, и говорящего истину он любит». То есть, Шлома Амела говорит нам, «Рацон Малахим, желание царей, сифтей цедок» — это слова цедок праведности. «Ве довер и шарим, яхов» — и тот, кто говорит прямые вещи, он будет любим Всевышним. Это фраза Шлома. Теперь, как ее объясняет нам Альбин? Очень короткий комментарий, который говорит, что цедок, понятие цедок, у нас сказано, что желание Всевышнего — слова цедок, истины, праведности. Цедок — это то, что относится к понятию мишфат, к понятию суда. Чтобы был мишфат, чтобы суд происходил, альпи га цедок по справедливости. И они мишфат мяукали, не было бы этого суда, мяукаль искривленного, завернутого, неправильного. Как сказано, «Усфат бе цедок далим», что, цитаты я пропускаю, и это желание царей, потому что «Ле цедок им лохмелах» — «в справедливости будет царство царь». «Ешарим» — от слова «ешар» — «прямое» — это «мадряга и термида цедок». Это более высокий уровень, чем понятие цедока. И это то, которое делает «ешар» — «лифнимешарадин». То есть «ешар» — «прямые вещи», которые переводятся как «больше, чем требование суда». И это также включает «ешарод» — «прямоту» в понятие «деод», в понятие мнений, знаний, воспринятий. И такого человека любит царь больше, чем «минга рацион». Сейчас «ягвэну амэла газэ» — «термина рацион». И такого человека царь любит как-то больше, тоже «лифнимешарадин», больше, чем требует закон. Что имеет Медувальбим? Мальбим имеет в виду, что понятие «цедок» и «цедок» переводится как «мешпад», понятие «справедливости» переводится как «суд». А следующее слово, которое переводится «ешарим», он переводится как «тот, кто делает «лифнимешарадин», выше того, что требует закон. То есть закон позволяет человеку сделать какие-то определенные вещи, но человек может выбрать и сделать вещи, которые выходят за грани закона. То есть «я не обязан, но делаю». И вот здесь вот говорит нам, что Всевышний желает, чтобы была справедливость в мире, но человек, который делает выше, чем справедливость в этом мире, выше, чем требует закон, этого человека Всевышний любит. Объясняет Мальбим, что такое «рацион малахим», что такое «желание царей». Это желанный царям те люди, которые все время говорят вещи, которые являются с худ достоинством про своих товарищей. То есть люди, которые все время говорят те вещи, которые судят волока в с худ, судят человека в сторону суда, в сторону заслуг. Когда есть какое-то действие, которое можно оценить двумя способами, человек выбирает тот способ, который объясняет правоту этого человека, его заслуги, а не наоборот. Сейчас мы к этому немножечко вернемся. Продолжает Гаон и говорит, а тот, кто говорит правду, его будут любить. Те люди, которые говорят правдиво, правдиво – это йошер, которые говорят вот понятие йошер, прямота. Сейчас он его объяснит. Этих людей он любит. И также желание Всевышнего, он желанный Всевышнего. Те люди, которые учат с худ, учат заслуги на других людей. И те, которые говорят йошер, и те, которые говорят прямо. Так как нужно этих людей, он любит, Творец. Гаон объясняет, что… Начнем с Мальвима, нет. Мальвим объясняет, что есть понятие альпидин и понятие лифнимешратгадин. Понятие по суду и понятие больше того, что требует суд. Человек, который делает по суду, его Всевышний, он желанен Всевышнему. Человек, который делает больше, чем требует суд, такого человека Всевышний любит. Мальвим закончился. Гаон говорит, что что такое желание Всевышнего, кого желает Всевышний, кто желанный для Всевышнего. Это те люди, которые говорят постоянно в сторону заслуг для других людей. И те, которые говорят бы йошер, то есть здесь имеется в виду, что так же, как желанны те люди, которые говорят те вещи, которые царю приятны, которые являются справедливыми по отношению к другим людям, то есть ищут какой-то схуту, заслуги у других людей. Так же те люди, которые говорят прямо, честно, я не знаю, как это лучше сказать. Этих людей тоже Всевышний любит так же, как и первых. То есть здесь по Агро нет разницы между Рацоном, тем, кто говорит цедок, и схутом, Агавой, тем, кто говорит йошер. По Мальвиму есть. Поэтому давайте немножко проанализируем Мальвима. Мальвим говорит о том, что есть две Дорги. Дорги цедок и Дорга... Цедок, который Рацон, и Дорга йошер, которая Агава. Сравним эти два понятия. Понятно, что йошер, здесь в переводе Мальвима, в комментарии Мальвима, это более высокая Дорга, более высокий уровень, чем уровень, который называется цедок. Альпидин или в нимешерададин. Я как-то приводил Гемора в трактате Бавамицыя, в конце перекоса Хера по Алим, который я не принес с собой, поэтому расскажу по порядку, по поводу того, как были работники, которые несли бочку вина у какого-то большого раба. Если сейчас окажется у меня Гемора под рукой, то, может быть, я ее найду в Бавамицыи. Я извиняюсь, что я не приготовил. И благодарю за подсказку. Так вот, в Геморе перега Сохер, только я не помню, Уманим или Пуалим, одну секунду это... В переге, по-моему, Сохереда по Алим, если я не вру, в седьмом... Так, я ошибся. Это Гемора находится в Сохереда Уманим, в предыдущем перике. Окей, Гемора говорит, что... Сейчас, если я не найду за одну минуту, то я буду по памяти. Раба-бар-бар-ханан. Человек по имени Раба-бар-бар-ханан. Тавра-ла-и-ганга-шкулая-хавита-де-хамра. Он нанял грузчиков для переноски вина. Они разбили бочку с вином. Переносили и разбили бочку с вином. То есть, по идее, они должны заплатить за ущерб, который они сделали. Что он сделал? Пока суть доделал шакль лаглимайгу. Он забрал у них их одежду. Для того, чтобы был залог. Асу омрала Раба. Они пришли, эти грузчики, искали Рабу. Вот так-то и так-то была история. Омр-лей, гав лаглимайгу, ответил Раба, отдай им их одежду. Омр-лей, динахахи, ответил спросил его. Вот такой закон, что я должен отдать. Они разбили мою бочку, а я должен им отдать одежду. Омр-лей-ин сказал ему, да, такой закон. И привел доказательство из пасука. Пасука, которая из книги Мишли. Ламан ты лэх бедэрих тава вархот садиким тишмор. В второй главе Мишли написано. Ради того, чтобы ты жил по дорогам хорошим и пути праведников сохранял. Окей. Я и Флау Галимаеву отдал их одежду. Омр-лей сказала, сказали, они и анан, мы бедные люди. Вет архинан кулайом, мы занимались целый день переноской бочек. Вет архинан лэй, и мы голодные. Вет архинан лэй, и мы голодные. Вет архинан лэй, и у нас нет ничего для еды. Омр-лей, зиль хаф аграйху, сказал раф рафханану, пойди и заплати их зарплату. Омр-лей, ответил рафханан, дин ахахи, такой закон, я должен им за то, что они не только не сделали работу, но еще и разбили бочку. Омр-лей ответил ему, да. Вархот садиким тишмор и привел конец этого пасука. До дороги праведных ты должен охранять. Таким образом, он ему посадил, что ты не должен с них брать за то, что они разбили бочку, раз, и должен заплатить зарплату за якобы перенесенную бочку из пункта пункта Б, два. И Гемора говорит, что раф ему сказал, дин ахахи, вот такой закон, ты действительно должен это сделать, это альпидин. По закону ты должен так сделать. Объясняют Мефоршем, что Лымайса, понятно, что по закону рафханан не должен был это сделать, потому что по закону не надо платить за то, что они разбили бочку, и наоборот. Раша здесь говорит, что Шкулай, это Носейм и Саот, это были переносчики тяжести, носильщики. И это было не в месте какого-то наклона, и не было здесь никакой пши, и поэтому это была пши, а была с их стороны небрежность, которая привела к потере денег. И он ему сказал, ты должен платить. Платить, и сказал почему, потому что написано, бедерих тавимелеху, идите по хорошей дороге. Объясняет Раша лифними шаранадин, больше того, что требует закон. Но на Раши, даже не на Раши, а на Гиморре есть простой вопрос. Человек приходит к Раву и спрашивает, альпидин, ты, Даян, ты должен мне лифсок, как делать по закону Тора. Альпидин я должен платить, динагахи, такой закон, отвечает ему, да, такой закон лифними шарададин. И заплатить я им тоже должен, да, лифними шарададин ты должен заплатить. Как может Бейсдин, лифсок, платить лифними шарададин? То есть у нас в Асуке написано, как объясняет вам Альбим, что есть вещь, которая делается альпидин, и есть вещь, которая делается лифними шарададин. Вещь, которая делается по закону, и вещь, которая идет выше требованием закона. Но как Бейсдин может постановить, делай выше, чем требует закон? Сам человек для себя запросто, никакой проблемы. После того, как он решил это, он делает лифними шарададин. Но, когда он приходит в Бейсдин и говорит, что вот так, так и так, какой закон, Бейсдин ему скажет, что в принципе никто не должен платить, а ты должен платить, потому что лифними шарададин надо платить. Этого не может Бейсдин сказать. На первый взгляд, он может сказать только одну вещь. Что если ты хочешь сделать лифними шарададин, то заплати. Но на вопрос динагахи, так закон ответит да, это очень странный ответ. Вопрос понятен. Единственный ответ, который меня устроил из всего, что я слышал, я слышал от Рафмойши Шапира. Дело в том, что Шульхонор и Хераму приводят эту геморролу галоха, сомневаются, может ли сегодня так делать, есть ли право у Бейсдина сегодня такое делать. И как бы остается некоторый дьюн, некоторый спор на тему того, как делать сегодня. Может ли сегодня Бейсдин, лифсок, сделать лифними шарададин выше, чем требует закон или нет. Но независимо от того, какая галоха сегодня, может ли сегодня, если Ковах у Бейсдина сегодня это сделать, есть ли у Бейсдина такие силы, независимо от этого. У нас есть простой вопрос. А мага Ваамина, какая вообще может быть идея, и как раб по сакрафханану, сделай выше, чем требует закон? Ответ на этот вопрос, который меня как-то более или менее удовлетворил, он такой. Существует человек Икс, который живет по своим нормам поведения, делает митсвот, не нарушает оверот, человек, который работает в пользу улучшения себя, а вода Дашем. И этот человек постепенно приходит к уровню, когда он начинает какие-то вещи делать, лифними шарададин, и приходит к тому, что он все, что он делает в этом мире, он делает лифними шарададин. Он всегда делает больше того, что требует закон. Здесь то, что я сейчас скажу, я не знаю, насколько это верно. Я так слышал от Рафмойши Шапира. Мне эта идея понравилась, но больше этого нигде не видел и не читал. Лихой раб, появляется новая ситуация. Ситуация, которая называется недр, обет. Нет, человек, который дает какой-то обет, какое-то обещание, дает недр, что он сделает то-то и то-то, или не сделает того-то и того-то, запрещает для себя разрешенные вещи и запрещает себе разрешенные, и предписывает какие-то митсвот, которые не обязан сделать. Человек, который так сделал и взял на себя недр, он теперь обязан это делать, грубо говоря. Человек берет яблоко и говорит, вот это яблоко для меня запрещено в пищу, как гэгдыш, как будто это кусочек из жертвоприношения. Проходит какое-то время, он благополучно съедает это яблоко. Возьмем сейчас бэмэзит, бэкована, специально съедает это яблоко, помня, что он дал обед, яблоки не есть, вот это яблоко не есть. В этом случае человека бьют, он получает наказание малкот. Вот яблоко со штампом, эда, харидид, бадад, шаарид, самые лучшие гэкшеры, которые есть, все гэкшеры успели поставить на одно это яблоко, никаких вопросов с кашрутом нету, он берет и съедает это яблоко и получает малкот, получает наказание плёточкой. Почему это происходит? Потому что в тот момент, когда человек принимает на себя недор, человек, который берет на себя обед, он становится обязанным это делать мидорайсом, он становится обязанным выполнить свой обед, и это становится заповедью из Торы. Я сейчас не говорю про те обеты, которые никто не давал, и мы опасаемся, вдруг они были, и делаем это от недорием переразрушенный, это отдельный разговор. Я говорю сейчас про обед, который классический обед Торы. Человек принял на себя обязательство, человек на 100% решил, что он что-то делает, и после чего он сделал наоборот, он нарушил заповедь, которую он сам себе сделал. Но это нарушение стало нарушением заповеди Торы, потому что Тора предписывает выполнять то, на что ты дал обещание. Есть еще один вид обетов. Когда человек делает какую-то митцву, и нагек эту митцву постоянно, например, три раза, и не сделал условия, что я это делаю блинедор. В этой ситуации халь-недор, начался недор, и в этой ситуации то, что он теперь делает в этот момент времени, он выполняет свой недор, он обязан это делать. Он не может отказаться от той вещи, которую он делал, поскольку теперь это хиюф-гамур, теперь это стопроцентная обязанность. Говорит Гемора, говорит Раф Рафханану, по объяснению Рафмойши Шапира, говорит Раф Рафханану, что ты, Рафханан, который всю Тору выполняешь, Лифни Мишурададин, все, что ты делаешь, ты всегда делаешь, Лифни Мишурададин, больше, чем требует суд. И поскольку твоя хангага, твоё поведение стало теперь хиюфом, стало теперь обязанностью, то ты не можешь вдруг перестать делать что-либо, не Лифни Мишурададин, а Альпидин. Поэтому ты должен отдать им твою, их глиму, залог, который ты взял, несмотря на то, что они должны тебе заплатить, ты должен им отдать и не можешь взять у них деньги. Спрашивает Рафханан, Дина Гахи? Такой закон, отвечает Раф, да, для тебя, Дина Гахи, для человека, который подобный тебе, такого уровня, который ты соблюдаешь в Митсот, так, как ты, теперь это стало законом. Приходят эти работники и говорят, уважаемый Раф, а что же мы кушать-то будем? Мы целый день работали, разбили бочку, да, неправильно мы поступили, но покушать-то хочется, а он нам ничего не заплатил. Говорит Раф, иди и заплати. Он говорит, Дина Гахи, и это тоже я должен делать? Он говорит, да, об этом тоже говорит посук Мишли, который говорит, что тот человек, который всё делает Лифни Мишурададин, и это тоже должен делать Лифни Мишурададин. Для тебя, Дина Гахи, для тебя такой закон. Идёт Рафханан и платит. То есть Рафханан признал правоту Рава, что для того человека, который принял в качестве обета, причём не обязательно думать, что это обет, но который всё делает Лифни Мишурададин, если он хочет что-то изменить, он этого не может сделать. Может быть, может сделать затратный дорим, это я не знаю, как это работает, скорее всего, может сделать затратный дорим, или более или менее очевидно. Поэтому посук, который мы только что прошли, по Мальбиму будет иметь немножко новый оттенок. А именно, говорит Мальбим, что то, что желанно перед Всевышним, это слова праведности, цельности, правды. Но то, что Всевышний любит, это то, что выходит за уровни правды, то, что человек делает не Альпидин, а Лифни Мишурададин, то, что он делает выше того, что требует закон. И всё, что мы добавили, что из Гемора Бавамицы, Машма, следует из Гемора Бавамицы, что после того, как человек начал это делать, и это стало его такой серьёзной частью, этого человека, он всё делает Лифни Мишурададин, то это становится для него обязанностью. Такое поведение, такой стиль жизни. По Агро сказана очень простая вещь, Агро не входит в эти детали, и говорит, что есть то, что угодно царю, и то, что не угодно царю. Угодно царю – это справедливость, неугодно царю – это отсутствие справедливости, а слова Ишарим, то, что говорится, прямые слова, не действия, не суд, а именно прямое поведение человека, когда человек стремится к поведению, которое называется Йошер, это становится любимо царю, и это не просто любимо, а это входит в то же самое желание, как так же желанно царю, как делать цеды, как делать сдоку, как делать какие-то вещи, которые идут в Альпидин. Окей. То есть, для Гагро тоже есть две дороги. То, что человек делает Альпидин – это Бавадай, то, что его хочет царь, и так же царь хочет, то, что человек делает, и он любит это, то, что человек делает выше того, что требует суд, потому что могло бы возникнуть, и не могло бы, а так, в общем-то, и возникает ощущение, что то, что я получил в качестве митсвы, то, что я хаяф делать, я хаяф делать, но когда я делаю что-то выше этого, то здесь как бы не обязательно это делать, это не то, что хочет царь, не то, что ему угодно. Так вот, хедуш, который здесь у нас написан, состоит в том, что действия, которые выше требования суда, они тоже угодны Всевышнему. Переходим к предложению номер 14. Где? Мне задают вопрос. Принял обязательство только устно или тоже, если он подумал себе? Пожалуй, сделаю так сегодня. Недр, Недр Мейкара один, закон, который говорит о том, что такое обед, это человек, который сказал устами. Сказал устами, не только я сделаю так сегодня, а сказал устами, вот эта вещь для меня запрещена, как Корбан, или что-то подобное этому, какие-то кинуим, какие-то подобные этому вещи, например, запретил себе какую-то вещь. Это называется Недр. Есть хедуш Гемора, который говорит, что человек, который встал утром и сказал, я сегодня выучу такой-то перик. Недр Гадоль Нодар Лелаке Исраэль. Большой Недр он дал Богу Израиля. То есть, это тоже Халь Медин Недр. Это называется Недре Изоризим. Недр, который сделан для того, чтобы себя поторопить к Митсве. То есть, Недр делится на две вещи. Когда я запрещаю себе что-то разрешенное, и когда я стимулирую себя сделать Митсву, что-то, что я не обязан, но тем не менее, что-то позитивное, что я делаю. Например, Недрейт Сдока. Человек, который говорит, я сегодня дам полмиллиона Сдоку. Если это реальные цифры, и он говорит о реальных вещах, то это Недр, который он дал Лелаке Исраэль. И не факт, что этот Недр, не всегда его можно отменить в такой Недр. Недрейт Сдока отменить, даже пойдя к Хахаму, к мудрецу, который будет отменять Недрейт Сдока законные Недры, связанные с Сдокой. Это далеко не всегда возможно. Человек должен ликоем этот Недр, должен осуществить этот Недр. Но Недр дается словами, языком. Б Махшова, мыслями, Недр не дается. Давка относительно Сдоки, возможно, что Махшова может являться Недром. Это надо смотреть отдельно и учить Сугью, какой Дин, Недрей, Сдока, Недрей Махшова, Бетсдока. Здесь есть Сдадим, стороны сказать разные вещи, я не могу сейчас войти. Но когда человек просто думает, не выводя это устами, то здесь Дина Недора нету. В Гэгдэше, в Гэгдэше, это не совсем так. Поскольку Гэгдэш, когда я магдиш какую-то вещь, которую я посвящаю, какую-то вещь, то здесь начинается такая история, что Гдуша, хозяин Гдуша, хозяин Гэгдэша, это Всевышний. А Всевышний находится везде, поэтому то, что я думаю, он слышит так же, как то, что я говорю. И здесь возникают вопросы, которые надо отдельно обсуждать. Для этого надо открыть пороги морот и посмотреть, и решение мы сейчас не будем этого делать. Но на галоху, на галоху, чтобы вернуться к вопросу, который мне был задан, если человек подумал, пожалуй, я сделаю так сегодня, это не является Недром. Недром является только то, что он сказал. Но если он подумал и потом сделал, и сделал так несколько раз, три раза, то мы, несмотря на то, что он не дал, не сказал, что он дает Недр, мы паским, что если он не имел в виду, что это блин Недр, то мы паским, мы считаем, лаголоха, что Недр произошел, и теперь он принял на себя обязательство. Я приведу какой-нибудь пример для простоты. Существуют разные мнения по поводу того, как надо себя вести во время Криаза Тора, во время чтения Торы. Есть мнение, что во время Криаза Торы можно сидеть, и так не в Сакшу-Шульхонорухе. В Шульхонорухе говорят Ешамрим, есть которые говорят, что во время чтения Торы надо стоять. Если человек постоянно, три раза стоял подряд во время чтения Торы, и не имел в виду, не сказал, что это делаю блин Недр, то это засчитывается, как будто Недр дан, и он теперь должен постоянно стоять во время чтения Торы, или он должен сделать затратный долин. Приводим пример. Человек в молодости стоял, допустим, даже очень много лет во время Криаза Торы в Шаббат, и вдруг в определенном возрасте он обнаружил, что, оказывается, ему уже не 25 лет. И стоять ему вдруг неожиданно, целый час, когда читается Тора, стало почему-то тяжело, он сам точно не знает, почему. В этом случае человек может сделать затратный долин, поскольку если бы он знал, что ему будет тяжело стоять во время чтения Торы, то он бы сделал с самого начала, стоял бы, но стоял бы блин Недр. Поскольку есть две шиты, две точки зрения, он может пойти по первому мнению Шульхоноруха, но в этом случае нужно сделать затратный долин освобождения от обетов. Такая ситуация может возникнуть в самых разных вещах. Например, когда я приехал из тогда еще СССР и так далее, то, живя в Ленинграде, у меня были определенные мингагим. Некоторые из них были взяты из каких-то распечаток, сделанных на русском языке, тех, которые мы получили, перевели, распечатали и так далее. Знания Галахи были несколько меньшие, чем у Рафиосиф Шолома Ильяшева, Зикрона Левроха. Поэтому о том, что существуют два мнения, никто из нас представить не мог. И были пара вещей, которые мы соблюдали так, как написано в этих книжках, и потом, попав в Иерусалим и уже читая несколько другие книжки, например, Шульхонорух и подобные вещи, мы выяснили, что, оказывается, есть один такой мингаг, есть только где-то в Венгрии делают такие вещи, и нигде в других местах подобных вещей не делают. И поскольку я уже много лет так делал, то нужно было делать датаратный дорим, который заключался в том, что если бы я узнал, что так логолоха лонахгим и попал бы в то место, где никто так не делает, и это усложняет жизнь, то стал бы я делать эту хумру или нет, не стал. И подобные вещи, которые возникают, требуют датаратный дорим. Но настоящий недор, это тот, который я произнес словами, не настоящий недор, который требует датаратный дорим. Когда я что-то делал, если я просто думал, но ничего не произнес, и не сделал того, что я не произнес, то здесь нету недора. Но думать тоже желательно словами блинедора. Окей. Теперь двинемся дальше. Предложение номер 14, если больше нету вопросов, то предложение номер 14, оно... Вот оно. Оно говорит так. Гнев царя вестник смерти, но человек мудрый умилостивит его. Попробуй прочитать это на русском. Да. На иврите это звучит. Хамат мелах малахей мавит. Гнев царя, оно... Он приводит к ангелам, ангелам во множественном числе смерти. В Ишхахам, но человек, который мудрый, он ехапрена. Он сможет сделать копору, искупление гнева царя. Объясняет нам на эту тему Мальбим. Он говорит, что гнев, он находится в сердце. И раскрытие его, чтобы линакэм, чтобы мстить, называется аф. То есть, существует два слова, которые по-русски переводятся одинаково. Это хамат и аф. По-русски это другое называется гнев. Хамат – это гнев, который находится в сердце. Аф – это гнев, который выходит наружу. Другими словами, есть потенциальный гнев и генетический гнев. И вот, хамат Адам – гнев человека-едиота, обычного человека, простого. Эйна мисукенет – он не очень опасен. Ки эйна и холи на кем тейго. Поскольку он не может тут же отомстить, тут же вывести его из потенциальной энергии в генетическую. То есть, когда есть обычный простой человек, который злится, ну, в общем, позлиться и отойдет. Или не отойдет, но не имеет значения. Но мэлах – царь, кшиитарэр хамато, когда у него в сердце пробуждается гнев, гу – это малахим, который он шалэхамавит, царь Всевышний. Когда у него происходит внутри гнев, то этот гнев выходит тут же из потенциальной энергии в кенетическую. Потенциальная энергия – это гнев внутри сердца Всевышнего. Кенетическая энергия – это ангелы смерти, которых он тут же посылает. Или не тут же, но посылает. Ки – бахамато, ишхитраби. В гневе они истребят множество народу. Выцарих левакэш, и нужно просить ишхахама, мудрого человека, который в своей мудрости знает, как сделать копору, как сделать капоратом анод, как искупить эти грехи, вылаши вам хамат и успокоить гнев царя. Ешла молитца альхамада мэлахэлийон. Есть совет, который дается по поводу гнева верхнего царя, шарарам алхэямавит, который рождает, посылает ангелов смерти. Человек, который хахам, он знает, как его убрать, подобно пинхасу, который вернул хамат. Пинхас, шагиши в хамато, который вернул гнев. Вейхапэр арбне Исраэль, и это дало копору избавление, прощение для сыновей Израиля. И здесь сказано, Вейомар лэашмидам лулай маше бахеро. И Всевышний сказал, что он бы истребил всех, если бы не маше. Лэашив хамат махшават, который сказал пинхасу, как надо правильно пойти и убрать гнев Всевышнего. В данном случае имеется в виду кторат. Когда пинхас пришел и принес их кторат, то есть пинхас сначала убил Зимри, Арон я перепутал, Арон приносил кторат. Извините. Во всяком случае, здесь написано, что когда у Всевышнего рождается гнев, то его потенциальный гнев выходит наружу в виде ангелов смерти. И чтобы убрать этих ангелов смерти, для этого нужно, чтобы Иш-хахам, мудрый человек, который знает, как правильно себя вести, он сделал какие-то действия, которые приведут к тому, что ангелы смерти будут успокоены, в хамаде мелахше хаха, и гнев царя будет забыт. Говорит Гаон, когда царь находится в гневе, в Каасе, или в хамате, или в гневе, два слова, которые обозначают гнев, Гаон не переводит пока так, как перевел Мальбим, то Малахей мавит ангела смерти, который он посылает для того, чтобы произвести умертвление, то эти ангелы смерти, они начинают работать. Но Иш-хахам и хапрена, человек, который мудрый человек, он своей мудростью может лихопер, может искупить эту проблему. Также Акодыш-баругу. Во время, когда у него начинается хоронаф и хамад, возгорание гнев, двух видов гнева, аф и хамад, то он посылает Малахей мавит. Но, когда есть мудрый человек, то он успокаивает гнев царя. Потому что из-за любви к этому мудрецу, во время, когда он видит его, то он не обращает внимания Всевышний на свой гнев. И это то, что сказано в Салмах, в Аништакаха-мато. Сейчас мы чуть-чуть этим подробнее займемся. И как сказано, «И взял Аарон Кторас и остановил Магифу, и остановил поражение, которое было в Амисраиле. И он искупил за народ». То есть народ своими действиями должен был получить наказание смертью. И Аарон искупил это наказание. И это пример человеку. Во время, когда он гневается, то к нему приводят маленького ребенка, его сына. И тогда из-за любви к этому ребенку гнев постепенно тает. Это то, что происходит. Теперь, здесь есть еще два места в Мишле, которые я хотел бы посмотреть. Может быть, они нам немножко могут помочь. В 20-й главе есть такой пасук, который говорит, один момент, пасук, который говорит, «Нахам кикапир эймат мелах митаброха тенавшо». Что означает эта фраза на русском? «Словно львиный рык гроза царя, кто раздражает его, тот грешит против самого себя». То есть раздражение царя, оно приводит к вот этому гневу, который возгорается у царя. Окей, более-менее понятно. И он говорит, что человек, который грешит против своей души, он делает свою душу с изъяном, потому что царь, который гневается, он посылает ангелов, которые руководят процессом смерти. Это то, что Гаон объясняет в нашем предложении, которое мы только что читали, а в 20-й главе Гаон немножечко не стал к этому возвращаться, просто привел, что это очень похоже. И еще одно место есть в 29-й главе. Это уже ближе к концу Мишли, там, по-моему, 31 глава, если я не ошибаюсь. В 29-й главе у нас есть такой пасук. Что это значит? Объясняет Гаон, что люди лиценим, насмешники, они раздуют крия, то есть они сделают так, что появится разрыв, а мудрецы, они возвратят гнев царя. И здесь Гаон тоже ссылается на наше предложение и Шхахам, и Хапрена, что мудрый человек может избавить от гнева, может успокоить гнев царя. Таким образом, есть три места в Мишли, где говорится о том, что гнев царя можно успокоить. Гнев царя имеется в виду Всевышнего, который видит, что происходит из-за Аверот, из-за людей, которые его гневают. Каким образом его можно успокоить? Только приведя к нему маленького сына, к которому он хорошо относится, начинает его брать на руки, играться с ним и так далее. И в этот момент он немножко успокаивается, подобно человеку, который гневается. Но маленький сын Всевышнего, это рождение понятия Агава, рождение понятия любви по отношению к Амисраэлю. Эту Агу может родить Хахам, мудрец. И это происходило, когда Пинхас показал свою кину, показал свою ревность по отношению к имени Всевышнего, насколько ему мешает Авера, которая делается. И то же самое произошло, когда Аарон Акаген взял и принес Кторат и воскурил Кторас в том месте, где шла Магифа. Поскольку Кторас тоже обладает такой вот вещь, такой способностью останавливать Малахамавита, ангела смерти. И это тот подарок, который во время дарования Торы на горе Синай дал ангел смерти Маширобейну, когда он ему рассказал, каким образом можно его остановить путем воскурения Кторат, которое делает Коэн Годдель. Это связано с тем, что в Кторат входит Эхадесра 11, Симамоним, 11 ингредиентов. И каждый из этих ингредиентов относится к 11 видов тумы, нечистоты, антик души, к души наоборот, не святости, а наоборот понятие святости, которые подобны тому, как есть 10 свирот, которые очень похожи на 11, мы сейчас не будем, одна плавающая, также есть 10 свирот тумы, нечистоты, и каждый из этих Симамоним их гасит. Но гасит, поскольку мудрость, которую получил Маше на горе Синай, ангел смерти ему дал этот подарок и объяснил ему действие Кторат, когда это соединяется с Всевышним и Альидей Кторат, который восходит Лерех Нихох приятным запахом ко Всевышнему, это мимотек, это ослабляет, это услощает все 11 сил тумы, которые есть, 10, которые объединены вместе, еще одна, и тогда ослабление этой силы тумы, которая может быть только посредством мудрости Хахама, оно приводит к тому, что гнев царя забывается и все возвращается в нормальное состояние. Теперь, следующее предложение под номером 15, оно говорит нам так. В свете лица царя жизнь и благоволение его, как облако с весенним дождем. В свете лица Творца находится жизнь, в рацион и желание, рационо, желание Всевышнего, кеав малкош, оно находится, как, а в малкош, как он перевел, я уже забыл, он перевел весенний дождь. Малкош, это дождь, которая дается в то время, мы это читаем в Шма-Исраиле, это дождь, которая находится во время зрии, во время, когда мы сеем, и это дождь, которая помогает росту урожая, то есть, это дождь, которая дается в самое удачное время. Ере, умалкош, два вида дождя, которые наиболее удачные, и это наша молитва Всевышнего в Шма, чтобы дождь был ранний и поздний, то есть, всегда вовремя, в те времена, которые необходимы. Шлома Мэллах говорит, что Борбна и Мэллах Хаим в свете лица Всевышнего раскрывается жизнь. Говорит Мальвим, что это относится к тому, что сказано раньше. И после того, как мудрый человек, он сделает так, что гнев царя будет и хапер, и хупар, он будет выкуплен, то есть, поведение Хахама, оно успокоит гнев царя, даст копору, даст избавление, искупление на грехи, которые были, то сурам Аллах и Амави, тогда ангелы смерти, они вернутся на свое обратное место, поскольку Всевышний перестает гневаться и, соответственно, возвращает ангелов на круги своя. В Аз и тогда Баир Орбна и Мэллах, когда начинает сиять свет лица царя, что это Симан, знак того, что Сара Хама, что гнев царя кончился, он его убрал. Это то, что Всевышний раскрывает каким-то образом свое лицо. Получается, из этого рождается Хаим, из этого рождается жизнь. Что такое жизнь? Жизнь – это, наоборот, смерть. Если человек Всевышний прибавит свое желание Баафу Малкош, что произойдет дождь, который будет приходить вовремя к месту и так далее, и здесь происходит Капир Заав Мэллах, то, что сказано в другом месте Мишли, что, когда происходит искупление гнева царя, то происходит Киталь Алеса Фрацано, как роса, которая выпадает на траву, так же выпадает на нас желание Всевышнего. Ва Заав Катан Мин Хамат. Заав – это гнев, который меньше, чем гнев, который у нас здесь, который называется Хама. Потому что это гнев, это расстройство, которое находится внутри, по какому-то поводу. Но Хама – это, когда оно уже такой сильный гнев, то тут же высылаются посланники, которые должны выйти и пройтись и Ангелы Смерти, которые выйдут и пройдут. Окей. Он говорит, что Рацано – желание Всевышнего кяв малкош, как весенний дождь. Как будто бы на Ацар Гэшен Мимим Рабим, у нас была засуха, не было дождя, много дней, вышав, и он возвращается чтобы напоить траву и все, что было до сих пор, оно как бы засыхало, умирало без дождя. Так же, когда Всевышний возвратит свое гашпо, свое влияние для добра и свою броху после того, как он ее убрал, то получается, что это как дождь, который после большой засухи, который невероятно полезен и оживляет все растущее, что могло бы умереть. Так же сейчас дождь, который придет, он тоже вернет это и начнет все оживлять. То есть, Лфим Альбим, что говорит нам Шламу Амеллах, что после того, как, что это продолжение предыдущего посука, и после того, как Всевышний успокоится от своего гнева из-за того, что есть хохам, который своим поведением уберет гнев Всевышнего, у нас появляется симоним, знаки того, что гнев Всевышнего закончился, это свет, который из лица Творца начнет освещать мир. Он может выразиться какими-либо способами, это не имеет сейчас значения, какими, какой способ гашпового влияния выйдет в этот мир, но ощущаться он будет, как дождь, которая идет вовремя, но после засухи. То есть, после того, как уже совсем стало плохо и чуть-чуть-чуть и все засохнет, вдруг идет дождь, который будет к месту и ко времени, и так далее, и этот дождь приведет к тому, что человек, к тому, что то, что уже засыхало, оживет. То же самое происходит здесь, когда после того, как высланы ангелы смерти, они забираются, Всевышний открывает нам улыбку своего лица, и это иногда можно увидеть, но крайне редко. Говорит Гаон Мивильнам, что когда царь раскрывает свет из его лица, то появляется такой аспект, который называется симха, аспект, который называется радость. И тогда Хаим Лааму улыбнемен динато. И тогда начинается жизнь для его народа и для всего государства. Сейчас речь идет пока в примере не о царе-царе Всевышних, понятно, что об этом идет речь в основном, но здесь сейчас в качестве примера Гаон рассматривает, когда царь какого-то государства вдруг начинает радовать, веселить свой народ и раскрывает свое лицо таким образом, что все как бы становится хорошо. То в государстве начинается целая жизнь. Например, он берет и отменяет налоги. Берем какой-нибудь простой пример. В рациону и тогда раскрывается желание, доброта царя, его желание, что он любит народ и так далее. И это становится для народа настолько же хорошо, кяв молкош, как вовремя спущенный дождь. Это гнош, который приходит в Ниссане, в ходочный сан, что он самый поздний из дождей, что он приходит на урожай, который уже созрел. И полезность этого дождя, она очень большая. Здесь есть кто-то, кто в этом Гаоне меняет герц, и говорит, что он пришел не после того, как урожай созрел, а наоборот, пришел сейчас Лифны Том Бешело перед окончанием его созревания, то есть совсем незадолго до окончательного созревания. И этот дождь наиболее полезен. Дерри Хагав, просто бывает, что в Ниссан после Пейсаха выпадает дождь, и обычно все начинают говорить о том, что это Симан Клала, что это знак Клалы, знак, как это называется, проклятия. Потому что мы уже перестали молиться Маши Варуха Марии Дагеша, мы уже не молимся о дожде, молимся о России, а тут вдруг дождь, и это плохо. Так вот, здесь написано не так, что дождь, который самый последний из дождей, который приходит, и урожай уже либо созрел, либо еще уже практически созрел, две гирцы, которые из Гагро, этот урожай, он наиболее полезен для плодов, это самый важный дождь, самый лучший дождь, который может быть. И также рацион шельмелых и также желание царя, оно для вас очень хорошее, имеется в виду, что в Исраиле есть Тора в Тфила, в народе Израиля есть такие две митсвы, связанные с речью Тора и молитва. Тора это внутренний цвет царя, цвет Всевышнего, который исходит изнутри Творца, Тфила, что такое молитва, это желание Всевышнего, и это объяснение Ор Пней Мелах, свет лица царя, потому что тот, кто удостаивается этого света, то есть света Торы, у него находится Хаим, он удостаивается жизни. Почему это так? Потому что неоднократно мы приводили пасук Эц Хаим и Лемак Зикенба, это тоже пасук из Мишля, из третьей головы, что дерево жизни это тем, кто за него держится, и тот, кто делает желание царя, а именно молитва, это как дождь, который приходит в самое благоприятное время. Объяснение в конце, потому что Тфила, молитва, она отличается от Торы. Тфила это Хаей Алам, это жизнь навеки, а молитва это Хаей Ша, а Тора Хаей Алам, Тора это жизнь навсегда, а молитва это жизнь на один час. Что имеется в виду? Что вся молитва, имеется в виду бы и карма, молитва, шмонесра, все наши просьбы, которые мы обращаемся ко Всевышнему, это просьбы, которые мы просим дать нам то, все, пятое, десятое, здоровье, долголетие, броху, дожди и так далее. Все, все, что мы просим, мы просим некие удовольствия этого мира. Все, что нам необходимо, это нам необходимо то, что в этом мире было все хорошо, чего-то было много, а чего-то не было вообще. И таким образом получается, что вся молитва это хаей алам, хаей ша, это жизнь на один час, в то время как Тора дает нам жизнь на Алла-маба. Алла-мазен отнимло тейков. Так вот, этот мир человек получает сразу же, пока он еще не умер, прямо внутри этого мира. Но Алла-маба, он приходит в конце, и это называется поздний дождь. Дождь, которая приходит в самом конце, когда броха, которая нам самая необходимая броха, она появляется в самом конце. это соответствует Торе. То есть, награда за изучение Торы человек получает в Алла-маба. Награда за молитву, поскольку все просьбы молитвы относятся к Алла-мазе, то основная, во всяком случае, награда за молитву тоже будет в Алла-мазе в этом мире. Поэтому Тора сравнивается с последним дождем, а Тфила наоборот. Здесь есть комментарий Гаона, который написан где-то в разных местах, накрученный. Давайте посмотрим, как он пишет. Он пишет, что про изучение Торы, который является жизнью всего мира, вечной жизнью, за нее есть награда и в этом мире тоже. Но за Тфилу и за Митсвус, которые являются Хаэй-ша, жизни только в этом, на час, ше, керем, скарам, аббаламаба, за них тоже есть награды и в будущем мире тоже. То есть, он говорит о том, что когда мы говорим, что молитва это только жизнь на один час, а Тора на всю жизнь, на самом деле и то и другое имеет отношение к обоим мирам. И... Сейчас, секундочку. Потому что награда за Митсву она не имеет предела. И тогда нам надо понять, что означает, что про Тора сказано Ицхаймгиламагзикимба Дерево жизни тот, кто за него держится, за нее за Тору. И тот, кто делает желание Всевышнего, речь идет о молитве или о Митсвот, он, наоборот, именно он называется Афмалкош, что награда эта придет в конце, потому что Тфила это Хаэша, Тфила это только на час, то есть просьба на час, жизнь на час. Тора это вечная жизнь. Поэтому Шаа, Тава, лучший час, о котором идет речь, то есть награда за молитву или за Митсву, она дается в конце. На Шаа, она дается на одно мгновение, перед самым в самом конце, но награда на Тору, она находится, она вечна, и она дается и в этом мире, и в грядущем мире. То есть, второй пирож, который он дает, он халек на первой пирож и объясняет ровно наоборот, что такое награда за Тору. Награда за Тору, она вечная награда, она начинается в этом мире и кончается, никогда не кончается, захватывает весь грядущий мир. Награда за Митсву и за молитву, это называется Хаэйша, потому что она дается только в конце этого мира, с Хар на молитву появляется, и включает в себя весь Алла Маба, потому что в Алла Маба, естественно, тоже приходят награды за молитву. Но поскольку внутри молитвы мы тоже вкладываем просьбу Ликанес Ла Маба войти в будущий мир, и эта просьба относится уже к Алла Маба конкретно, то поэтому в молитве мы тоже можем Лихадеш сразу несколько вещей. И тем не менее, Гюмора в Шабате рассказывает историю, как кто-то пошел помолиться немножко раньше, чем это было нужно, и ему сказали, ты оставляешь Хаэй Аллам Тору, который является жизнью навсегда ради Хаэша, ради одного часа, ради жизни одного часа, и здесь видно, как первый пируш Гаона, и это то, что Гаон привел это Гюмора Шаба с первым пируши, что молитва, это награда за молитву, это награда на час, только в этом мире, а награда за Тору включает себя в будущий мир. Понятно, что молитва тоже может измениться, и это вот. И мы дошли с вами до 16-го предложения, с которым мы бы изра дошем начнем следующий урок. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова